Здравствуйте, мачки и девочки. Ну что, пришло время порешать задачу по теме рычаг, что я с большим удовольствием и сделаю. Задача первая, какую направленную вертикальную силу F2 надо приложить в точке B, чтобы рычаг находился в равновесии, если в точке A приложена сила F1 равная 3 ньютонам. Ну, для того, чтобы эту решить задачку, нужно просто-напросто нарисовать чертёж, что я с большим удовольствием сейчас и сделаю. Ну вот, я чертёж нарисовал, запишу F1 равная 3 ньютона, а нужно найти силу, которая будет приложена к точке B, и силу таким образом, чтобы рычаг находился в равновесии. И тут, для того, чтобы решить задачку, я лишний раз напомню, вот часики 3 часа, да, и они бегут вот так вот по часовой стрелке. А есть ещё часики, ну, скажем так, в зазеркале, да, которые отматывают часы назад. Хорошо бы, но такого нет. Ну, допустим, есть вот такие часы. Значит, это по часовой стрелке, а это против часовой стрелки. И давайте посмотрим, что если мы сейчас вот эту вот палочку, линеечку отпустим, она начнёт как двигаться? Вокруг оси, вот так, она по часовой стрелочке будет. Значит, мы должны прикладывать силу против часовой стрелки. Значит, эта сила должна быть направлена вверх и приложена в точке B. То есть, это у нас по часовой, а это у нас против часовой. То, что по часовой, должно равняться против часовой. И мы используем вот такую вот формуленцию. F1 на L1 должно равняться F2 на L2. Вот так вот. Значит, это у нас против часовой, а это... Нет, это по часовой, а это против часовой. Всё. F1 нам известно. А что такое L? Вот видите, вот здесь. Раз, два. Ну, это может быть два метра, два сантиметра, два дециметра, два миллиметра, два километра. Неважно. Два. Поэтому, что я делаю? Три умножаю на два. Равняется F2, то, что мы ищем. И считаем. Раз, два, три, четыре. Умножить на четыре. Вот всё. Вот и всё. Трижды два, шесть. А F2 умножить на четыре. Ну, отсюда что будет следовать? Что F2 равняется шесть четвёртых. Или это три вторых. Или полтора ньютона. Вот и всё. То есть мы нашли силу, которая будет равна полтора ньютона и направлена вертикально вверх и приложена к точке B. Всё. Всё очень просто. Давайте посмотрим, как решается следующая задача. Ну, вот я чертёж нарисовал. И прежде чем мы будем решать задачу, я кое-что ещё раз расскажу. Вот я нарисовал часики. Эти часики идут у нас вот как положено по часовой стрелке. А эти какие-то неправильные часы. Они идут против часовой стрелки. Мотают часы назад. Эх, где мои 17 лет? Вот так вот. В обратную сторону. Ну, допустим. Давайте посмотрим. Вот ось вращения. На ней лежит палочка. Вот ось вращения. Лежит палочка. И если сейчас мы эту палочку отпустим, эх, она начнёт у нас вращаться. И вращаться она будет по часовой стрелке. А какую силу, задачка спрашивается, нужно приложить точки B? А мы с вами знаем вот такую простую штукенцию. То, что по часовой, должно равняться против часовой. Значит, это против часовой. Должно вот так вот у нас двигаться. Это по часовой, а это против часовой. И по часовой F1 на L1. А против часовой будет F2 на L2. То есть вот это у нас F2. По условию задачи F1 равняется 3 ньютона. А что же такое L1? А L1 это вот. От оси вращения считаем. Раз, два. Ну, это два. Может быть, два метра, два сантиметра, два дециметра, два миллиметра, два километра. Всё, что хотите. Два условных. Две условные единицы. А это от оси вращения на каком расстоянии. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Значит, L2 равняется шести. Ну и всё. Значит, что пишем? Вот тут вот три. Вместо L1 пишу два. Вместо F2 F2, потому что мне F2 нужно найти. А вместо L2 шесть. Значит, шесть равняется 6F2. Ну и отсюда будет следовать, что F2 равняется одному ньютону. Вот сюда один ньютон приложим. А сюда будет три ньютона. Значит, вся эта система будет находиться в равновесии. То есть, вот эти три ньютона, если мы вот так вот раз всего лишь один ньютон, поддерживаем, и всё в равновесии. Вот так решается эта задача. Давайте посмотрим, что у нас дальше. На рисунке изображён рычаг, находящийся в равновесии. Какой выигрыш силе может дать этот рычаг? Чему равна масса груза 1, если масса груза 2 равна 18 килограмм? Ну что ж, отвечаем на этот вопрос. Ну вот, если масса груза 2 равна 18 килограмм, это означает, что его вес, это будет М2Ж. Ну это сколько? Ж у нас 10 ньютонов на килограмм. Ну на самом деле 9,8, а я округляю до 10. Значит, вес этого грузика будет равен, ну, 18 умножить на 10, получаем 180 ньютонов. Вот так. Значит, вот на эту точечку действует сила равная 180 ньютонов. Хорошо. Итак, по часовой и против часовой. Нет этого грузика. Вот, тогда это будет крутиться вот так вот. Вот так, против часовой. А если этого грузика нет, тогда эта вся штукенция может вот так вот двигаться. Вот так, по действиям этой силы. Это по часовой. Значит, то, что против часовой и по часовой должны быть равны. Ф1 на Л1 равняется Ф2 на Л2. Давайте посмотрим, что же такое Л1. Л1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. А здесь всего единичка, это Л2. Да? Значит, что же у нас получается? У нас получается, что Ф1 умножить на Ф2. Это всё равно, что Л2 на Л1. А можно ещё и так сделать. Взять вот это вот всё и перевернуть. Ничего от этого не изменится. Ну, смотрите. Одна вторая и две четвёртых. Одно и то же? Одно и то же. А две первых на четыре вторых. Одно и то же? Конечно. То есть, тут можно вот так вот так-так-так-так-так переворачивать. Значит, Ф2 на Ф1. Это всё равно, что Л1 на Л2. Ну и что я вижу? Что Ф2 на Ф1 это 9 на единицу. Девять раз. То есть, выигрыш в силе в девять раз. В девять. То есть, вот эта вот штукенция, да? Оно 20 ньютонов должно быть. Ну, это же нужно доказать. Да? Правильно? Вот. Давайте посмотрим, как же это сделать. А очень просто. У нас Ф2. Вот это у нас Ф2. Ф2 равняется весу вот этому, да? Вот. Это 180 ньютонов. Вот так вот возьму, запишу. Ф2. Вот 180 ньютонов. Это у нас Ф2. Значит, Ф1 делим на 180. А Ф2 1 умножить на 9. Ну и что у нас получается? У нас получается, что 9 Ф1 вот так вот раз на диагональку. И здесь на диагональку 180. Значит, Ф1 будет равняться 20 ньютонов. А это означает, что масса первого тела равна 2 килограмма. То, что 20 нужно поделить на 10. Ведь Ф1 это М1 умножить на G. Значит, М1 это Ф1 деленное на G. Правильно? Значит, 2 килограммчика сюда повесили. А здесь 18 килограмм. О, с помощью 2 килограмм можно уравновешивать 18. Значит, выигрыш в силе составляет 9 раз. Ну, вот как-то так. Да, давайте посмотрим. Ещё задачку. С помощью рычага поднимает груз массой 100 килограмм, прикладывая силу равной 500 ньютонов. Какой выигрыш в силе даёт этот рычаг? И чему равно отношение его плеч. Ну, вот я чертёж нарисовал. Пока ещё не знаю, правильно или неправильно. Но что я знаю? Если у меня вот этот грузик 100 килограмм, значит, сила Ф1 будет равняться М1Ж. Значит, Ф1 будет равняться 100 умножим на 10. Тысяча ньютонов. Вот это у меня тысяча ньютонов. И вот отсюда-сюда плечо Л1. Я не знаю, чем оно равно. А сюда я должен приложить силу Ф2. 500 ньютонов. Вот сюда. 500 ньютонов. Это у нас Ф2. И что я могу здесь записать? Ф1, Л1, Ф2, Л2. Вот это всегда мы должны, так сказать, помнить. И что же у нас получается, ребятки? Ф1 поделить на Ф2. Это всё равно, что Л2 поделить на Л1. Что я вижу? Ф1. Тысяча ньютонов. А здесь у нас 500 ньютонов. Значит, Л2 на Л1 будет равняться 1000. На 500 будет равняться 2. Это означает, что длина этого плеча должна быть в два раза больше, чем этого. Поэтому чертёжи-то я не очень красиво нарисовал. Но я же не знал, что получится. А теперь, когда я знаю, что получается. Вот это вот. Раз, два. Вот здесь вот. 500 ньютонов уйди. Да? Это у нас Ф2 500 ньютонов. Но они должны быть эти 500 ньютонов на расстоянии. Раз, два, больше. То есть вот здесь. Сила меньше. А длина плеча будет больше в два раза. Значит, и выиграешь силе мы в два раза получаем. А отношение плеч тоже будет равно двум. Вот так. К лёгкому горизонтальному стержному приложены две вертикально направленные силы. Меньше из которых 15 ньютонов. Чему равна другая сила, если рычаг находится в равновесии, а плечи рычага равны 60 и 80 сантиметров. Всё. Рисуем чертёж. Вот нарисовал я рычаг. Пока ещё силой тут я не понял, куда и чего. Вот. Но сейчас поймём, когда запишем условия задачи. Значит, пусть у нас F1 будет равняться 15 ньютонов. И рычаг находится в равновесии. А плечи рычага равны 60 сантиметров и 80 сантиметров. Обратите внимание, я здесь ещё не написал L1 и где L2. Непонятненько мне. Ну так, давайте пока посмотрим. Какое же правило у нас рычага? F1 на L1 равняется F2 на L2. А вот теперь смотрите. Просто возьму и напишу. Ну, допустим, 5 умножить на 2 и 2 умножить на 5. Понятно, что тут 10 и тут 10. Поэтому, если сила больше, вот, 5 же больше, чем 2. Если сила большая, значит плечо маленькое. Если сила маленькая, значит плечо большое. Вот. Таким вот образом. Понятно, да? Значит, вот сюда. Допустим, с левой стороны у меня будет 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, сила будет действовать. 60. А здесь сколько должно быть? 80. Значит, на 80 должна действовать меньшая сила. Потому что плечо-то будет больше. Чем больше плечо, тем меньшая сила. А в условии сказано меньше 15 ньютонов. Значит, это меньшее. Значит, вот у меня F1. А здесь у меня будет L1. Видите, как здорово? А здесь специально нарисую F2 побольше. А плечо L2 будет поменьше. Значит, это L2. А это у нас L1. Всё, задачка в принципе решена. Почему? Потому что мы должны сейчас найти F2. F2. F2 равняется. Я пишу дробную черту. И в числителе пишу то, что стоит в другой части. А в другой части F1, L1. А здесь L2. Всё. И мне остаётся только подставить численные значения. 15 мы умножаем на 80 и делим на 60. Тут будет 4. А 80 на 4 будет 20. Значит, 20 ньютонов. Вот так вот. Вторая сила F2 равняется 20 ньютонов. Вот так. Хорошая задачка. Порассуждали, да, немножечко? Ну и последняя задачка. Чему равна сила F, приложенная к рычагу, длиной 60 сантиметров? Если рычаг находится в равновесии. И чему равен момент этой силы? О-о-о-о! Ну что ж, давайте посмотрим. Новое понятие момент этой силы. Думаете, сложно? Да ничего подобного. Ну вот, я рычаг нарисовал. Начинаю думать. Рычаг длиной 60 сантиметров. Значит, вот это всё у нас 60 сантиметров. А тут всё по 3 деления. Значит, каждое деление по 20 сантиметров. Вот. И тут то же самое. Всего 60. Так, этот вопрос решили. Теперь. По часовой против часовой. Нет этой силы. О-о-о! Вот так крутится по часовой. Это убрали и туда силу. Значит, против часовой. И опять-таки, то, что по часовой, равняется то, что против часовой. Ну, давайте смотрим. Вот у нас раз. Это раз, два, три. Хорошо. Значит, я пишу. Вот это у нас будет L1. Допустим. А это тогда будет F1. Значит, F1 на L1. Здесь у меня вес 3 ньютона. Ну, это будет у нас... Нет, вес так и останется пусть. Это будет у нас F2. Значит, F2 на L2. А что такое L2? Вот у нас L2. От оси вращения до точки приложения силы L2. Все понятно, да? Значит, L1 это у нас 3, а L2 это у нас 1. Тогда что у нас получается? F1 умножить на 3, равняется... Нет, подожди. Да, на 3, равняется F2, то, что мы ищем. Нет, мы ищем F1. F2, а L2 равняется 1. Вот. А что это означает? Что F1 равняется 1 третьей F2. Но F2-то это у нас 3. Значит, если будет 3 поделить на 3, мы получаем 1 ньютон. Значит, F1 будет равняться 1 ньютону. Ответили на вопрос? Ответили. Ну, вопрос-то, чему равен момент этой силы? Момент силы F1. Так вот, определение моментом силы называется просто-напросто произведение силы на плечо. Сила на плечо. Сила на плечо. И получаем момент силы. Ну, давайте посчитаем, чему это будет равняться. 1 умножить на 1, 2, 3. Значит, момент этой силы будет равен 3, но не ньютонам. Ньютон умножить на метр. Вот такой вот ответ мы с вами и получим. Вот всё, дорогие ребятки, а также их родители. Спасибо вам за внимание. Там внизу есть кнопочка, которая называется «Суперспасибо». Ну, поинтересуйтесь, что это такое? Всё вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова